Исмирение Исмирение. Это значит, что вы выше работы. Вы уже выше работы. Есть люди, которые из смирения просто что-то делают в этом мире. Это эти люди — учителя по своей природе. Они выше просто того, чтобы работать. Обычные люди не работают дворником исмирением. Только сильные люди могут работать, бросить всё и работать просто дворником исмирением. Это уже отречение от жизни. Не обязательно жить в монастыре, чтобы отрекаться от жизни. Можно просто очень скромно жить и делать какой-то скромный труд, и при этом быть мудрецом и давать людям советы. Это очень высокий уровень развития Личности по факту. Но с помощью духовной практики, смотрите, человек раскрывается постепенно. в результате духовного роста. Духовный рост означает просветление. Просветление означает, что ты увидел, что происходит. Если уж говорить о духовном развитии, то есть пять уровней сознания вообще в этом мире. Самое скрытое — это сознание. Когда очень сильно душа окутана эгоизмом, то живое существо получает тело-дерево. Дерево спит глубоким сном. Оно себя не помнит. Но так как оно растёт, к Солнцу стремится к счастью, размножается, оно защищается от всех остальных, оно растёт, питается. Это всё признаки жизни, значит, там присутствует душа. Мой личный опыт такой. Я могу тестировать конституцию тонкого тела. И конституция тонкого тела деревьев и людей не отличается никак. Я не имею в виду конституцию разума. Тонкое тело означает энергия, которая регулирует жизнь в организме. И вот эта энергия, она одинаковая, то есть одинаковое строение имеет. Там какие-то показатели. Это значит, что такая же душа находится в дереве, в теле-дерево. И у коровы точно так же. Мы отличили коров от этих инфекций, вирусной инфекции. Я тестировал коров, точно так же определил конституцию коровы. Потом мы решили, что будем дальше делать. Ну то есть с этой точки зрения конституция строения тонкая у всех одинаковая. Одна и та же душа находится в дереве. То есть когда дерево глубокий сон, означает, что я вообще не знаю. Потом дальше уровень животной жизни означает сон со сновидениями. Она уже смутно начинает чувствовать, что здесь происходит. Но так как она ещё не хочет работать над собой, нет желания работать над собой, поэтому это неразумная форма жизни. Работать над собой может только разумный человек. Потом дальше пробуждающееся сознание. Это человеческая форма жизни. Но пробуждающее сознание — это ещё неразумное сознание. Пробуждающее означает, что я уже чувствую, что есть совесть. Я хочу жить правильно. Я хочу разобраться, я хочу учиться, научиться, как жить правильно. То есть у меня много вот таких желаний, которые не связаны чисто с едой, там вот этим желанием, там себе квартирку построить, там и так далее. Желания присущи всем животным. Глядься желание как-то чисто, правильно жить. Это уже человеческая форма жизни. Но как это делать правильно, непонятно, пробуждающееся сознание? Когда человек начинает заниматься духовной практикой, то духовная практика — это деятельность только разума. И всё. Я прошу прощения, я желаю всем счастья, я прощаю, я связываюсь со святостью, я чувствую какой-то возвышенный, чистый человек. Это невозможно умом сделать. Это деятельность разума. То есть когда человек свой разум начинает раскрывать, он чище, чище, чище становится. То есть в какой-то момент, смотрите, то есть стебель у растения сравнивается с жизнью дерева. Жизнь, сон без сновидения. Бутончик появился, животная форма жизни. Чуть-чуть раскрывался, начал человеческая форма жизни. Раскрылся, это уже пробудившись в сознании. Вот когда раскрылся, тогда человек узнаёт, чем ему заниматься. Хотя бы чуть-чуть раскрылся. Он уже узнаёт, чем в жизни заниматься. Это происходит за счёт развития разума, означает буквально в смысле слова духовной жизни. Но раскрытие разума также происходит в результате выполнения своих обязанностей. Когда человек не знает, чем ему заниматься, ему надо самосовершенствоваться и одновременно выполнять в обществе свой долг. В буквальном смысле это означает для женщины больше уделять внимание личной жизни, не работе, а личной жизни, для раскрытия своего предназначения. А для мужчины больше уделять внимание социуму, то есть труду. Таким образом, если человек не знает, чем ему в жизни заниматься, он должен работать там, где он полезен, и больше уделять внимание духовной жизни, молитве, развитию себя как личности внутри себя. И в результате очень скоро он поймёт, чем ему в жизни заниматься, в социуме. Потому что цветочек раскроется. Но есть ещё пятый вид сознания, называется бодрое сознание. Это сознание возможно только в святости. Когда человек находится в бодром сознании, он уже не занимается своим предназначением. Потому что его предназначение, наше предназначение, это всегда деятельность ума. Есть несколько понятий в ведах в плане предназначения. Есть предназначение тела, то есть надо выполнять законы тела. Если не выполняешь, то будешь болеть. Есть предназначение ума и есть предназначение разума. Предназначение ума означает заниматься по своей природе, деятельностью какой-то. Предназначение разума или фактически уже предназначение души означает заниматься самосовершенствием. Человек оставляет всё и действует только на платформе разума. Это означает пробудившееся, бодрое сознание. То есть человек ничего не делает уже, кроме того, что он даёт знания другим и сам постигает знания. Он не зарабатывает денег, не думает о своём проживании никак. Это очень высокий уровень отвлечения. И нам вряд ли всем удастся достичь этого за одну жизнь. Я думаю, что мне точно не удастся. Потому что это очень высокий уровень развития личности. Когда человек не беспокоится ни о каких своих потребностях. он действует на платформе разума только. Означает, понимает, что главная потребность – это деятельность сердца. И он знает, что всё остальное приходит само собой в жизнь. Он же получил это знание. Но это очень высокий уровень.